Здравствуйте! С вами программа «Нескучная классика» и я, Сатя Спивакова. Наша программа поможет вам понять и полюбить классическую музыку. Вена, Париж, Венеция, Нью-Йорк – такова география путешествий нашей программы по музыкальным столицам мира. Ну а сегодня я предлагаю вам встретиться с гостями, влюбленными в музыкальный Берлин. У меня в гостях главный дирижер Большого театра России Туган Сохев и музыкальный критик Вадим Журавлёв. Здравствуйте, дорогие Туган и Вадим. Предлагаю совершить сегодня путешествие в музыкальный Берлин. Для начала, как всегда, по традиции, небольшая музыкальная открытка. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, чем, по-вашему, Берлин отличается от других музыкальных столиц мира? То есть имеет ли он по-прежнему, а может быть больше, чем прежде, вес города, с которым считаются в музыкальном мире? В Бермании, может быть, Берлин – это один из самых прогрессивных, самых динамичных городов с точки зрения музыкальной жизни. И я бы так, может быть, охарактеризовал Берлин – это город, который всё время находится в поиске. Если вот столица Австрии, Вена, давно уже всё нашла с точки зрения музыки, ещё с временем Великого Моцарта, то Берлин. И не только в музыке, вообще то количество молодых артистов, художников, музыкантов, которые приезжают жить в Берлин и творить в Берлине, это говорит о многом. Поэтому, мне кажется, вот эта динамика, может быть, даже какие-то, не знаю, воздух берлинский какой-то привлекает. Берлинский воздух – это ключевое слово, потому что в начале 20 века был написан марш, который так и называется «Берлинский воздух». И его часто до сих пор исполняют, особенно когда вот Берлинский филармонический оркестр играет в Вальдбюне, они обязательно завершают эти концерты этой пьесой. Это был синоним места абсолютно свободного, прогрессивного, динамичного. Потом этот город пережил огромное количество несчастья и был разделён вообще на две половины, что создало некий специфический фон. В общем, развивался он очень непросто. И мне кажется, что сейчас, вот через 25 лет после падения стены, он, наконец, вот снова люди действительно могут почувствовать этот «Берлинный воздух». Там сегодня, в общем, это абсолютный центр европейской культуры, где и самые современные театры, и самые современные галереи. Нельзя забывать о том, что вся практически поп-индустрия, индустрия записи сегодня переехала в Берлин. Я практически уверена, что у каждого из нас троих есть своя какая-то маленькая история, так или иначе связанная с музыкой в Берлине. Можем сейчас вспомнить что-нибудь? Для меня был, конечно, очень знаменательный мой, для меня лично, выход вообще в филармонию берлинскую, потому что я был знаком с этим залом ещё по записям, когда учился и смотрел эти легендарные видео. Тогда ещё были кассеты, мы смотрели, ещё не было DVD, и мы смотрели эти все записи Караяна, где ощущение было, что этот зал, ну, там, наверное, вмещалось 3000. Ощущение было, потому что это качество съёмки и угол съёмки, когда вот этот очень уже пожилой дирижёр выходил, последние его записи, когда... И когда мне пришлось туда выйти первый раз с оркестром и вообще встать на то место, где стоял великий Караян, немножко всегда задаёшься вопросом, а достоин ли ты стоять на этом месте? Поэтому для меня вот выход на сцену, на этот подиум был очень волнительным, такой трепетный момент был для меня очень. Я был в Берлине первый раз после падения стены. Вся вот эта зона, отчуждение зоны стены, она застраивалась, и была какая-то жуткая капитальная стройка. Этот город весь кипел, он весь был. И я удивился, потому что тогда, в начале 90-х, очень точно город напоминал то, что Набоков писал. Вот в воспоминаниях Набокова мы всё время сталкиваемся, когда он приехал в Берлин, и он всё время пишет «Стройка, стройка», и трубы лежат, как две буквы «О». И у меня было ощущение, что я попал в тот же город, который, несмотря на то, что прошло столько лет, и этот город столько пережил. И я думаю, что в любом случае, там улица Унтердейн-Линден, которая сегодня, может быть, не так прекрасна, как это описывали немецкие романтики, но на каждом квадратном метре этой улицы такое количество культурных и музыкальных событий, что просто пройти по этой улице, не знаю, от Александр-Плац до Брунденбургских ворот, это уже целое приобщение к такому Берлину музыкальному. Вообще, когда исчезла стена, когда вот этот барьер, который разделял людей, семьи, он исчез, то образовалась какая-то общая музыкальная экосистема. А у меня удивительно, сейчас слушаю вас и думаю, что мое такое самое яркое воспоминание о Берлине, которое ничего уже не сотрет из памяти, это тоже, как ни странно, связано с падением стены. Это было 29 декабря 1990 года, буквально через месяц после того, как стену фактически разобрали. И был организован концерт, который транслировался по всему миру, по всему Евровидению. Мастислав Ростропович пригласил Спивакова и Башмета участвовать в этом концерте. И до Нового года после концерта 31-го, после этой прямой трансляции, оставалось часа полтора. Полтора часа до Нового года, Берлин. Я говорю, ну пойдем погуляем. В предвкушении Нового года, который впервые год, вот такое ощущение, что эти обломки стены, ну они везде лежат. Он говорит, мне надо позаниматься. Я говорю, да, даже сейчас, да. Я говорю, я тогда пойду погуляю одна, потому что второй раз такого Нового года не будет. Я пошла бродить вдоль вот тех вот бесконечных руин, осколки этой стены, люди, которые какие-то с мешками что-то еще пытаются какой-то кусок этой стены куда-то себе оттащить, отколоть. Но было ощущение, что справляется какая-то гигантская свадьба двух дворов или двух кланов, знаешь, или какая-то общая эйфория счастья, которая объединяла всех. Вот это ощущение Нового года, вот оно у меня осталось. Ладно, сейчас воспоминаниями закончили. Давайте немножко погрузимся в историю. Фридрих Прусский, или как его называли старый фриц впоследствии, его называли Фридрих Великий, который правил после смерти своего отца с 1740 года. Правил довольно долго, и было это время просвещенного абсолютизма. Он был философом, он отменил цензуру и сказал, что критики имеют право писать все, что хотят, и не надо их сдерживать ничем. Он учредил королевскую оперу, которая существует до сих пор в качестве государственной оперы. В здании, правда, сейчас проводится невероятная реконструкция, затянувшаяся. А вот я знаю, что он покупал инструменты, это в коллекцию Академии. Да, к оркестрам. Амати, Страдивари. В общем, это был человек, который любил музыку, который сам писал музыку. Вот это самое главное для нас сегодня. Да, боготворил композиторов, и если поехать во дворец Сан-Суси в Потсдаме, то там практически в каждой комнате или стоит клавесин, или лежат флейты. Он, как известно, играл на флейте. Он играл на флейте, он написал 4 симфонии, 100 сонат, и даже несколько концертов для флейты, которые до сих пор входят в репертуар флейтистов. Поэтому сейчас предлагаю маленький фрагмент. Есть повод посмотреть на интерьеры дворца Сан-Суси, а еще послушать блистательного Эммануэля Паю. Пожалуйста. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сан-Суси Сан-Суси Давайте вспомним кратко, Какие исторически известные нам музыкальные произведения были написаны или исполнены впервые именно в Берлине? Музыкальные критики что по этому поводу сохранили? Ну, Берлин в этом плане не самый лучший пример, потому что, как любой столичный имперский город, он требовал уже проверенных продуктов. Поэтому, если вспомнить из шедевров мировой музыкальной литературы, то, пожалуй, вот только музыка Фрайшут, Вольного стрелка, Вебера, была впервые представлена. И, кстати, Гоффман свою единственную музыку, которую он услышал на сцене, оперу Ундины, тоже была исполнена. То есть в ранние романтические годы Берлин еще себе позволял. Дальше все-таки все премьеры проходили в других музыкальных центрах. И в Берлин уже приезжали статусные произведения. Гамбург, Лейпциг. Ну, вот в Берлине не очень любили премьеры. Но потом в 20 веке очень много уже сочинений было. Та же трехгрошовая опера Брехта Вайля. Это были... Театр. Да, конечно. Кого можно было считать некоронованными королями все-таки Берлина, музыкального Берлина? Если говорить про дирижеров, то это Караян. Ну, Фуртвенглер, наверное, тоже. Хотя мы это имя часто с опаской произносим. Фуртвенглер не было той медийной поддержки, которую имел Караян. Караян попал в то время, когда развивались записи, диски. Мне кажется, он сам даже это провоцировал. Он ездил в Японию, он говорил, мне нужно, чтобы вот так звучало, чтобы эти диски можно... А вы можете уместить запись вот в такой-то диск? Сказал он японцем. Японцы сказали, да, сделаем. И сделали, появился знаменитый компакт-дизм. То есть он этим очень горел, он этим... Известные фильмы, где Караян, где у него висит здесь камера, и он записывает сам свои руки под фонограмму. Это, конечно, уникальные кадры, и сколько выделяется этому внимания. Поэтому он во многом создал этот свой имидж такой короля классической музыки и вообще музыки Берлина. И вообще это был уже не Берлин, это уже не Германия, это была все-таки всемирная известность была. А вот я хотела бы узнать, берлинская публика, как она относилась к Герберту фон Караяну? Его очень любили, мне кажется, это такая рубрика, которая сегодня ходит, продолжает ходить на концерты, берлинская фонограмма. Это та же публика, которая ходила на Караяну. Но потом нужно учесть, что Караян был главным дирижером берлинской капеллы с 1941 по 1944 год. То есть у него с этим городом связано так много, что даже сегодня трудно себе представить. Из-за этого он потом тоже в свое время, так сказать, претерпел массу неприятных переживаний из-за этого. В общем, понятно, что это все неоднозначно, но вклад Караяна настолько велик, хотя вклад Фуртвенглера и вклад Никиша, который был до Фуртвенглера, каждый из этих дирижеров двигал куда-то вперед это искусство. Когда слушаешь старые записи, можно даже не смотреть, кто. Включить записи, ты поймешь, что это Караян. Потому что был свой какой-то индивидуальный звук, почерк у человека. Но тогда это вообще было присуще всем. Мы слушаем Филадельфию с Орманди. Да, конечно. То же самое. Мы слушаем Нью-Йорк филармоник с Бернстайном. Вы понимаете, что это Бернстайн. Мравинского мы слушаем. Мравинский это Ленинград. Поэтому сегодня, к сожалению, может быть, мы находимся в каком-то русле глобализации. Сегодня у вас группа может состоять из, скажем, группы контрабасов в этом оркестре. Один из Венесуэллы, другой из Австралии, третий из Польши, четвертый из Берлина, пятый из Мюнхена, еще англичанин. В Берлин филармоник сейчас? И говорить, что это плохо, ну нельзя. Там часто меняется состав. Чем это обусловлено? Там же свои профсоюзы и все эти трудовые кодексы, что там если дирижер не хочет, чтобы этот... Там нет такого. Дирижер не хочет, чтобы этот музыкант сидел. Нет, там дирижер такого не может хотеть. А музыкант хочет сидеть. Ты будешь сидеть столько, сколько захочешь. Не только Берлинская филармония, ну вообще практически все, ну я бы сказал даже на 99,9% все оркестры решают сами. Караян очень сильно, при том, что он жил в те времена, когда демократия уже в Германии существовала. И оркестр жил по демократическим законам. Но его, скажем так, личность была настолько мощная, его харизма. Она все-таки давлела. И они очень долго сопротивлялись. И когда он ушел, когда его не стало, они попрошли по пути выбора. Ведь что сделал Клаудио Баду? Он не изменил вообще ничего. Он даже не старался менять ничего. Он только музицировал. Он открыл вот эти двери, он открыл эти створки, которые Караян много лет закрывал. Он открыл им и ничего не менял. Когда пришел Саймон Раттл, он старался все, по нему, он старался изменить звук. Они выбирают. Это все-таки... Дирижера. Всего главного дирижера. Они не как венцы, они все-таки не отказались от системы главного дирижера. Но каждый раз, вот в этот раз, когда выбирали и был выбран Кирилл Петренко, это вообще все напоминало дикой выборы папы. Потому что сначала в социальных сетях появлялась какая-то непроверенная информация. Потом были официальные опровержения. Потом была какая-то пресс-конференция. Я сам даже смотрел ее в прямой трансляции. Они вышли и сказали, извините, мы не выбрали. То есть это было вот все... Опять пошел черный дым. Ну что же, посмотрим, послушаем фрагмент седьмой симфонии Бетховена. КОНЕЦ 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 Хочу предоставить возможность молодежи задавать вопросы. Пожалуйста, у кого вопросы? Здравствуйте. Ваш непосредственный предшественник, инноватор Инга Митцмахер вел в Берлине такую вещь, как кэжул-концерт, что является свободным концертом вне приемливого дресс-кода. И явление оказалось достаточно популярным. Как вы относитесь к этому? Сегодня вся Европа на самом деле страдает нехваткой молодого поколения публики. И сегодня музыканты, оркестры, менеджменты в Европе, они поняли, что через лет 20 публики просто не будет. Им нужно что-то делать для этого. И поскольку уже школа этим не занимается, с детства не прививают вообще музыку, вообще в любом виде, пусть это даже какие-то песенки или пение просто в хоре, то оркестры пытаются каким-то образом привлечь публику и объяснить, что классическая музыка – это не какое-то элитарное искусство. Для этого не нужно закачивать университет, для этого не обязательно знать сольфеджио, чтобы получить удовольствие от музыки Моцарта, не нужно знать правила модуляции во вторую степень родства, понимаете? И не обязательно иметь бюджет, чтобы покупать смокинг. Поэтому концерты были на самом деле очень удачные, я в них несколько раз тоже принимал участие. Формат абсолютно простой. За 5 евро или за 10, если я не ошибаюсь, приглашаются все. Вы занимаете любое место, приходите хоть в джинсы, хоть в шортах, хоть в кроссовках. Мне кажется, что и отклики публики, и реакция публики на это нам подсказывали, что мы все-таки двигались в правильном направлении, и на мой взгляд, это сегодня единственный путь Европы. Спасибо. И еще вопросы, пожалуйста. Здравствуйте. Берлин уникален тем, что исторически так сложилось, что он является воротами на стыке Запада и Востока в политическом, экономическом и культурном аспектах. А в музыкальной жизни есть различия между Западом и Востоком? Спасибо. У меня был концерт с очень известным пианистом Кристиан Закариас. Да, конечно. Мы с ним играли Бетховен. Концерт номер 5. Он немец такой, абсолютный немец. И он играл, и я понимаю, что, ведь я знаю, как сегодня в основной своей масти играют немцы немецкую музыку. Я чувствую, что он, не-не, вот по игре, по интерпретации, по звуку, по какой-то открытости, да. Я говорю, скажите, а вы откуда? Где вы учились? Ну, мне было интересно, мне всегда интересно поговорить с артистом, немножко понять. Я вот в Карлсруе просто учился, но учился у великих педагогов, которые вышли из Санкт-Петербурга. Это Великая Есиповская школа. Опять наши. Понимаете? И та часть Восточной Германии, Восточный Берлин, который имел колоссальное влияние русской музыкальной культуры, вплоть до 90-го года. И это влияние, оно и чувствуется до сих пор. Поэтому, мне кажется, сегодня Восток и Запад, они в чем-то равноценны, в чем-то... Но для меня во многом Восточная Германия, или бывшая Восточная Германия, она по ощущениям каким-то эмоциональным намного богаче. Именно в силу влияния нашей с вами культуры на них. Это правда, да. Надо, наконец, сказать, что ты пять лет руководил оркестром, который назывался Немецкий симфонический оркестр. Истоки этого оркестра, он назывался раньше Риес. Риес – это оркестр, который был... Радио. Радио американского сектора Берлина. Поскольку Берлин был поделен на сектора, и вот этот оркестр был создан для американских... То есть это было сразу после войны Второй мировой. Да, для пропаганды, американской пропаганды в американском секторе Берлина. А история дирижеров, руководивших этим оркестром, она на самом деле не такая вот большая. То есть сравнительно молодой оркестр, если там сразу... 45-го, 45-го, да. Если сравнивать с той же берлинской филармонией, которая... На мой взгляд, им руководил вначале один из выдающихся немецких дирижеров Фрид Шай, которого мы практически не знаем. Лорин Мазелла, Шаи... Эрик Лайнсдорф. Эрик Лайнсдорф. То есть Владимир Шкенази, Кент Нагана. То есть это люди, которые в то или иное время какой-то оставляли какой-то вот след с этим оркестром. Но оркестр никогда не потерял своей индивидуальности. И индивидуальности с точки зрения поиска каких-то программ, сочинений. Но ведь публика была воспитана этим оркестром в Берлине особенно. И она продолжает жить, существовать. И она очень требовательна. Они ждут каждого сезона, чтобы были интересные симфонии, были интересные новые композиторы. Я помню, когда мы предложили им какие-то сочинения Бородина или Исламей Балакирева в оркестровке. Они с таким интересом это все слушали, когда мы сыграли Танеева и Иоанн Дамаскин. То, что в Берлине вообще в голову никому не придет играть. И у нас даже была целая серия концертов. Мы говорили, неизвестная музыка известных русских композиторов. Чем отличается немецкий оркестр какими-то правилами, дисциплиной, стилем, традициями работы с немецким оркестром? В чем она отличается от того же французского оркестра, или британского оркестра, или русского оркестра? Что там такое? В чем различие? Главная черта, которая присуща вообще не только немецким музыкантам, но вообще немцам, это самодисциплина во всем. Будь то человек, работающий за стойкой в аэропорту, регистрации, или скрипач, сидящий в оркестре. То есть если мы говорим про музыканта, и вот программа, которая, скажем, будет через две недели, обязательно берется материал, берутся ноты. Люди дома занимаются, приходят на репетиции уже с каким-то пониманием того, что там происходит нота материалей. Нет ощущения, что люди играют с листа. И ты понимаешь, что у тебя три репетиции, за которые ты как-то сможешь собрать, и уже можешь заниматься музыкой, скажем, на второй репетиции. Они выучат, они говорят, там все-таки миби-моль. Попытайтесь сыграть все-таки миби-моль, а не миби-кар. И продолжаешь это говорить три репетиции. Но это в немцах есть, поэтому она во многом даже, я должен сказать, она мне мешала. Потому что когда на одной из репетиций один музыкант сказал маэстро, а просчитайте мне рубату, пожалуйста. Рубату – это термин, использующийся нами музыкантами для какой-то свободы интерпретации, скажем, какой-то мелодии. Он попросил меня просчитать. Я минут пять молчал, я не знал, что ответить. Потом сказал, я не могу вам просчитать. То есть это вот немецкая точность, с которой они вообще живут всю свою жизнь. Они так относятся ко всему. Ordnung muss sein. Да, и поэтому… Перевод сразу. Всегда должен быть порядок во всем. И та свобода, которая должна существовать в музыке. Я помню, когда я играл Равеля с берлинским филармоническим оркестром. И за роялем была Элен Гримо, француженка, которая вообще никуда не могла попасть ни в одну долю сильную. Потому что она все время играла это все свободно и все мимо долей. А немецкий оркестр пытался четко и жестко вернуть ее в двухдольный размер. И Эммануэль Паёх, которого мы сегодня слушали с удовольствием, мы с ним дискутировали на эту тему. Он сказал, что очень сложно немцам ощутить вот эту свободу, которая есть у французов, которая есть у нас в России. Ведь музыка настолько эмоциональна. Чем эмоциональнее музыка, тем в ней больше свободы. Хочу, чтобы мы послушали фрагмент второй симфонии Брамса в исполнении немецкого симфонического оркестра. Дирижирует Туган Сохев. Пожалуйста. Дирижирует Туган Сохев. Дирижирует Туган Сохев. Пожалуйста. 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 Дирижирует Туган Сохев. Дирижирует Туган Сохев. Пожалуйста. Дирижирует Туган Сохев. 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 считает, что мы центр вообще всей музыкальной вселенной, вот мы, Вена. Если Лондон там считает, или в Париже считается что-то, они себя считают немножко. Берлину абсолютно наплевать, что про них думают в Парижах, в Лондонах и в Венах. Они как-то существуют, и вот от своего собственного взаимодействия с публикой, с артистами, которые все те же самые артисты приезжают к ним в Берлин, которые приезжают и в Лондон, и в Вену, и в Париж. И они никогда, у них нет комплекса неполноценного Я думаю, что можно долго бродить по всяким таким артистическим, музыкальным уголкам Берлина, но программа имеет свой формат и свои временные рамки. Не могу не вспомнить о таком, скажем, феномене, как понятие берлинские кабары. Ну, понятно, что кабары все-таки родилось в Париже, но сегодня парижские кабары, это как артефакты истории, те же самые Мулен Руш или Лидо, и туда ходят только туристы. А в Нью-Йорке, скажем, бродвейские шоу, это настолько массовая культура для самих жителей города, что все ходят туда, стараются не пропускать какие-то яркие продукции, известные. А что с этим в Берлине происходит сегодня? Ну, там есть, конечно, понятно, что это продается для туристов частично, потому что есть потребность у туристов, которые приезжают в этот город приобщиться. Но есть и очень хорошие заведения и прекрасные программы. Вообще, этот жанр сейчас даже стал более элитарным, чем раньше. И самые знаменитые сейчас модные кабары проходят даже на сценах таких театров, как Берлин и Рансамбль, где Нина Хаген или Утель Эмпер дают свои представления. То есть это более стало театрализованно. Хотя, конечно, в первую очередь Берлинские кабары те, довоенные. Это была атмосфера места простого, свободного, доступного. Но уже хорошо, что они были, хотя бы потому, что там начинала фактически свой творческий путь Марлен Дитрих. Да, и еще очень многие артисты немецкие, знаменитые. И эта культура, она постепенно сблизилась с академической. Есть цикл, например, у Шонберга, один из его молодых циклов, написанный, который называется «Бретт Лидер», песни кабарет Джесси Норман записала прекрасный диск с Ливайном. Например, это абсолютно кабаретные песенки из фривольного содержания, но обработанные как-то так Шонбергом в академической манере. И это, в конце концов, ведь не зря прозвучал Бродвей, там тут же Курт Вайль привез это вынужденные эмиграции, привез это искусство немецкого кабаре с его свободным стилем туда же в Америку, и вложил эту каплю в тот поток, который превратился в современный американский мюзикл, потому что Вайль написал для Бродвей огромное количество мюзиклов. Именно поэтому я решила, что очень будет уместным сегодняшнюю нашу встречу закончить музыкальным фрагментом с сочинением Курту Вайля «Трехгрошова опера» в исполнении «Блистательный Юта Лямпер». Пожалуйста. «Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht Субтитры сделал DimaTorzok 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 До следующей встречи. Спасибо, что были гостями программы «Нескучная классика». Спасибо вам. Глинка писал в письме о своем пребывании в Берлине. Мне здесь все приходится так по душе, что и высказать не могу. Здесь я дома. Вслед за классиком сегодня многие музыканты считают Берлин своим домом и стремятся почаще тут выступать. Ну а нам остается только завидовать берлинской публике. С вами была Сати, нескучная классика.